Доброе утро! Еще одну историю вам расскажу, не менее кровавую, из морской жизни, своей бывшей, но немножко на другую тему. Но все равно применительно к нашему бизнесу. В море пошли мы, в Средиземное, и к нам подсадили штабных ребят, и среди них был один парень, старший лейтенант Гена, такой, не буду называть его фамилию, помощник плагманского связиста. Отвечал за, короче говоря, за секретную аппаратуру, сверхсекретный человек. Старший лейтенант Гена. И вот, месяц, два, три, четыре, там мы плаваем в Средиземном море, заходим в иностранные порты, общаемся, времени свободного достаточно для того, чтобы поразговаривать. И когда мужики в море побывают месяц, два, три, четыре, пять, и особо задушевные темы, темами являются семья, жены, любимые женщины, на эти темы разговаривают особо доверительно. Если перед выходом в море даже и в голову никому не придет рассказывать какие-то свои сокровенные вещи, то в море это становится как бы нормальным, доступным, приемлемым. Ну, так человек устроен, видимо. И вот этот Гена, мы с ним сдружились, общались, и он мне рассказывал о том, как он недавно женился, какая у него замечательная с ангельским ликом жена, красавица, что вот они за три месяца до выхода в море свадьбу сыграли, и что вот по приезду он ее забирает, везет, она откуда-то с Ленинградской области, и он ее везет сюда, на Черное море, значит, и они создают, ну, семья, в общем, любовь не терпешь. И этот Гена весь прямо задыхался от любви. Письма писал беспрерывно, и когда почта, там, оказия была какая-то, то он ни одно письмо отправлял опачки. Ну, такой хороший, чистый, такой добрый парень. Гена. Пришли мы домой, и он улетел в отпуск, дали ему там 10 дней, чтобы собрать жену, и привезти ее сюда. Суматоха, жизнь другая, береговая, и встречаю его через месяц. опущенный, весь какой-то помятый, весь какой-то несчастный. Я его, Гена, Гена, в чем дело, что случилось, ничего не говорит. Но видно, что человек явно не к себе. Через месяц, лет, полтора, партийное собрание в штабе, и меня туда там, я туда попал, его чистят. Со страшной силой его на партийное собрание чистят. За пьянство. Застукали его неоднократно в шмат пьяного на посту зас. Ну, пост это там, в общем, с матросом, спирт, ну, короче говоря, страшный криминал. И вот его, значит, там, а он секретный парень, и вещи эти, то, что он совершает, недопустим. Короче говоря, строгий выговор, через месяц еще непьющий человек вдруг вот превратился в спивающегося на глазах парня. И как-то он пришел на корабль, был, ко мне на корабль пришел обед, и после обеда я его затащил к себе в каюту и попытался как-то там с ним поговорить. В конечном итоге он мне рассказал, рассказал, что вообще странная история, конечно. Приехал он после моря домой, его ждали там как героя, ну, как ждут, в сухопутных городах ждут моряков. С чемоданами, с подарками всем, сваты и сам, значит, отец с матерью, теща с тестем, его жена молодая, значит, гости, стол накрыт у ее родителей. Любовь, морковь, выпили, и, говорит, подарки я начал раздавать всем. Ну, а раньше за границей, шмотки, великое же дело. Это же раньше, шмотки, за границей, из-за границы шмотки, да что-то. Ну, всем подарки, а ей, значит, помимо всего прочего, говорит этот, гена, надыбал он где-то там, в порту, где-то в каком-то, не знаю, мне ничего он не говорил, как мы были дружны тогда, туфли. Какие-то супер-сверх супер-туфли. Там и каблук, и какие-то там алмазы, и бриллианты на них, они там и красные, и сафьяновые, не знаю, какие там туфли. Но, короче, супер-пупер-дупер-су-туфли своей любимой, значит, молодой жене он преподнес при всех. И она счастливо их схватила, побежала мерить. Нету, 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 он побежал к ней, комната закрыта, он стучится, она не открывает. В конечном итоге, чтобы долго не размазывать это все. Плачет, надулась, что такое, что такое, туфли не наладят. Ты не для меня покупал, ты ничто не знаешь, я твоя любимая жена, ты не знаешь, какой у меня размер. Вот она только втиснет много, а даже стоять не может, разочарование. Ну, он говорит, да я тебе накуплю таких туфлей еще за нашу жизнь. Нет, сначала он с удивлением, даже, говорит, не принимая всерьез все это дело, а она рыдает, плачет, не останавливается, а все это под алкогольными парами того народа, шум, гам, короче говоря, скандал. Теща лезет, я с ней разбираюсь, я говорю, да что ж такое, а парень тихий, парень идеалист, такой чистый мальчик, не пьющий, не курящий, такой весь трепетно относящийся к этой девушке, к своей жене, и вот столкнулся с такими вещами, она ни в какую, вот, весь вечер испорчен, короче говоря, тещу он там толкнул, она лезла в комнату, когда они разбирались, став, захлеб, ревет, ну и все, переругались все насмерть, на другой день кое-как он дождался, я побежал извиняться, договариваться, рано утром меня не принимает, не пускает, и вот всю неделю, сколько у него было времени, он к ней бегал, ни в какую, обвинения сыплются, какие-то дикие совершенно, он уехал и запил, раз запил, два запил, и должен я сказать, что полгода, наверное, месяца всем потребовалось, чтобы его уволили, закончил в Муре Попова, такое электронное училище в Ленинграде, с красным дипломом, умненький парень, быстро пошел по службе, всякие рационализаторские предложения, мозги технические такие, ну явный, перспективный такой парень, все, трезвый, нет, спился, на глазах буквально спился, весь какой-то, весь потертый, опухший, работает секретная аппаратура, и воздушности сняли, подержали, подержали, и быстро уволили, потому что просто опасно видно, до такой степени, и я так с ним пытался как-то ему там что-то внушить, помочь, нет, в глазах горе, горе, боль, разочарование, типа вот, все пропало, все пропало, единственная женщина из-за ерунды, из-за каких-то туфель, значит, меня бросила, и вот это вот все, та стоит насмерть, значит, не прощает его, и так он исчез, что с ним стало, я не знаю, но хорошего мало, если он не одумался, не опомнился, зато пропал парень. Зачем я вам это расскажу? Таких историй каждый может рассказать огромное множество. Мы с вами ведем бизнес, самый лучший в мире бизнес, самый простой, самый легкий, самый демократичный, который открывает доступ к огромным перспективам любому человеку, молодому, старому, грамотному, и не очень, технически подготовленному, и совсем ничего не знающему, любому, лишь бы он хотел преуспеть, лишь бы он хотел научиться освоить это ремесло, простое, абсолютно простое, общаться с людьми в нужных границах, давать нужную информацию с большим количеством людей, и отправлять их на какой-нибудь сайт, где с ними все сделают, что надо. Вот так устроен сегодня современный сетевой бизнес. Конечно, лучше уметь выступать, конечно, лучше быть подготовленным, конечно, лучше быть грамотным, конечно, но я вас уверяю, любой человек сегодня может преуспеть стать богатым и успешным. И чем дальше мы будем развиваться технически, чем больше технический арсенал будет у сетевиков, тем легче и доступнее будут успех и богатство. Нигде ничего подобного нет, нигде ничего подобного нет, ни в какой другой сфере бизнеса, чтобы человек, обычный человек, мог преуспеть. Но есть одна проблема, есть одна проблема. Проблема связана в том, что мы имеем дело с людьми. Вот с людьми мы имеем дело. А люди разные. И если мы не поймем одну очевидную истину, если мы позволим разрушить себя и свой бизнес только из-за того, что мы не знаем, как устроены люди, мы не знаем, как с ними общаться, люди разные. Вот я вам сейчас рассказал историю две изломанных судьбы из ничего. Из ничего. Вот этот парень Гена столкнулся, ну, вот, как мы видим, с предательством, по сути дела, из-за хильни, из-за какой-то. Любимый человек его так вот обрушил. Он просто разрушился на глазах от недоумения, от разочарования, горя. Что же ты такой слабый? Что же ты не понимаешь, что люди такие? Ну, если... Что же ты не понимаешь, что если этот человек не подходит, надо искать другого. Что переделывать кого-то, перевоспитывать бессмысленно, если проявляет человек себя таким образом. А в нашем деле не преуспевают, страдают и выходят из бизнеса те, кто как раз ведут себя подобно этому гений. Вцепятся в кого-то, кто кажется ему перспективным, умным, большим, богатым, успешным, с огромным потенциалом, и вот ждет от него, что этот человек под ним начнет работать. А он или не подписывается, или подписывается, а потом не работает, или подписывается и, не дай бог, уходит в какую-нибудь мэ-мэ-мэ, или еще в какую-нибудь дрянь. Или просто ведет себя не так, как хотелось бы спонсору. в конечном итоге вот, вывод какой. Люди разные. Сверх глупости делать ставку на людей. Сверх глупости рассчитывать, что вот этот человек сейчас как начнет, как начнет, это не твое дело, это его жизнь. Твое дело перебирать людей. С этим поговорил, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, дальше, 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 дальше. Развиваются отношения, сложились спонсор, партнер отношения. Хорошо, развивай, поддерживай. Начали разрушаться, ну, что поделаешь, не по твоей вине же. Ищи следующего. Бывает, но что. Если даже жена из-за туфель молодого мужа, любимого бросает, то что же вы ждете от партнера, от дистрибьютора, который сегодня и здесь, завтра нету. Сегодня у него одни интересы, завтра другие. Сегодня он хочет, завтра расхотел. Сегодня он в теме, завтра не в теме. Ну, ну, что теперь? Надо быть взрослыми, надо делать бизнес и понимать, что люди такие. Ты ему помогаешь, а он тебя предал. Ты ему, о нем заботишься, а он тебя подставляет. Вы понимаете, о чем я говорю, друзья мои? Я специально рассказал, вспомнилась мне такая история, потому что я часто сталкиваюсь, часто сталкиваюсь, очень часто сталкиваюсь, чем больше людей, тем чаще сталкиваюсь с вещами, когда я вижу, что человек совершенно не понимает, куда он двигается, что надо делать. или там, значит, говорит, он такой человек, такой человек, он на такой машине, он, наверное, там все. Я говорю, да ты успокойся, этот человек в твоей жизни мелькнул на две секунды, возможно. Что ж ты себе сердце рвешь? Нет, я ему должна помочь, я ему должна помочь, я вот ему должна найти. Я говорю, у тебя дети, ты лучше о детях подумай, ничего ты никому не должна. Нет, нет, что вы, он такой человек, такой человек. Да что ж такое? Я вот должен ему собрать все технические характеристики, иначе он выйдет из бизнеса. Я желаю вам удачи. До свидания.